Сегодня я буду готовить вкуснейшие сырные лепешки с мятой на сковороде. Для этого нам понадобится 2 стакана муки пшеничной, 1 стакан теплого кефира, 150 г сыра, любого, который вам больше нравится, 1,2 ч.л. соды, 1,3 ч.л. сахара и 1,2 ч.л. соли. Также нам понадобится, конечно же, вкуснейшая, прекраснейшая наша перечная мята. Давайте приступим! В большую миску мы добавляем тёплый кефир. Затем добавляем соду, как мы уже говорили, 1,2 ч.л. сахар, 1,3 ч.л. И соль, 1,2 ч.л. Так, всё это перемешиваем и оставляем на 5 минут. На мелкой тёрке мы перетрем 150 г сыра и добавим в наш кефир. Приступаем! Вот мы перетёрли сыр, добавили туда мяту. Много мяты добавлять не стоит, потому что это будет уж больно ароматно. Ну, как-то гармонии не будет между сыром и мятой. Сейчас мы эту сырную массу добавим в кефир. Кефир уже у нас приготовлен, потому что настоялся 5 минут. Сейчас мы сыр и муку постепенно будем замешивать в кефирной массе. Давайте приступим! Сначала мы перемешиваем всё ложкой, а потом будем перемешивать всё руками. Теперь мы вымешиваем в течение 3-5 минут тесто руками. Даём тесто настояться в течение 10 минут и раскатываем и начинаем обжаривать на сковороде. А для того, чтобы к рукам не прилипала мука, точнее тесто, лучше всего обмакнуть руку в муку. И тогда будет легче замешивать тесто. Давайте, продолжаем. И у меня получилось 4 таких кружочка, то есть на 4 порции. Эти лепёшки просто замечательно приготовить, когда у вас очень мало времени, а у вас на пороге гости. Давайте приступим. Раскатываем наши лепёшечки и по очереди начинаем их обжаривать. Вот я раскатала уже одну лепёшку. И, кстати, к этим лепёшкам замечательно подходит мятный чай с мёдом или же имбирный чай. Очень вкусно. Не полимитесь перетереть на тёрочке имбирь и пить горячий чай и есть такую кузьмашку. Давайте продолжим. Я уже включила плиту, чтобы наша духовочка быстренькая нагрелась наша плита. Сковородочка нагревается, смотрите. Я добавила совсем чуть-чуть масла, где-то полторы столовые ложки растительного масла. Ну, даже можно меньше. Кому как нравится. Давайте продолжим. Будем обжаривать нашу лепёшку на среднем огне под закрытой крышкой в течение трёх минут. И вот я уже перевернула нашу лепёшку. Через 2-3 минуты можно будет забирать. Дождитесь, пока не будет румяной корочки. Тогда и ваша лепёшка будет хрустеть и будет очень вкусной. Первую лепёшку мы уже приготовили. Проверили её зубочисткой, она готова. Давайте будем готовить вторую. И уже попробовала эту лепёшку. Ну, очень вкусно. И это не реклама. Это правда очень вкусно. Видите, мята. Божественный вкус. Нет ничего лучшего в сочетании сыра и мяты. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам самого-самого наилучшего. В конце я ещё покажу вам уже все приготовленные сырные лепёшки. Красавцы лепёшечки. Посмотрите. Обязательно проверьте, чтобы они не перегорели. Потому что если они подгорят, уже будет не так вкусно. Смотрите, вот такое это максимально. Сейчас будем забирать и украшать, и подавать к столу в горячем виде. Наша вкуснятина готова. И вы готовьте эту вкусную лепёшку с сыром и мятой на сковороде. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на наш канал, как я уже говорила раньше. Всем-всем всего наилучшего. Пока-пока. Пока-пока.